Самарская область и Республика Узбекистан Сотрудничество в сфере молодежной политики Покроют проценты по кредитам Предприниматели Самары до 15 ноября Могут обратиться за мерами поддержки В администрацию города Среди рекордсменов люди серебряного возраста Отличившиеся в различных сферах Общественной деятельности 238 человек из 9 организаций За 10 лет стали лауреатами Самарской ветеранской книги рекордов Увидеть, как устроена государственная И муниципальная служба изнутри Сегодня в рамках проекта Госстарт Прошла встреча студентов СГЭО С руководителем Департамента информационных Технологий Самарской области Константином Пресняковым Губернатор Дмитрий Азаров Обсудил с инвесторами продолжение строительства Ветровых электростанций в Самарской области Он провел встречу с Вячеславом Кожевниковым Гендиректором ПАО «Форвард Энерго» Ранее в Красноармейском районе Было начато строительство электростанции Мощностью 253 мегаватта Оно было приостановлено Из-за ухода с рынка иностранных поставщиков Однако сейчас проект возвращается В активную фазу Вячеслав Кожевников сообщил губернатору Что с уходом иностранного инвестора Компания переориентировалась на других партнеров Также он доложил об иных проектах Которые могут быть реализованы В Самарской области Например, предполагается строительство Еще одной более мощной ветровой станции Порядка 300 мегаватт Для этого рассматривается несколько площадок В южных районах области Дмитрий Азаров подтвердил заинтересованность Области в инвестпроекте Наладить связи и провести совместную работу В Самарскую область с официальным визитом Прибыла делегация Республики Узбекистан Дипломатическая миссия началась с рабочей встречи С исполняющей обязанности председателя правительства Самарской области Натальи Катиной Стороны обсудили вопросы укрепления Торгово-экономических связей Расширение сотрудничества В научно-образовательной и инновационных сферах А также проведение совместных мероприятий В сфере молодежной политики, культуры, спорта и туризма Андрей Горгуленко продолжит тему Последние годы Республика Узбекистан Становится одним из ключевых иностранных партнеров Самарской области В регионе есть предприятия, которые уже реализуют Серьезные взаимовыгодные контракты На территории республики За последние пять лет Очень много было взаимодействия между бизнесом Бизнес-миссией И со стороны Самарской области Со стороны Республики Узбекистан Как я уже сказала, осуществлялись более 20 раз Особенно активно развиваются отношения в области молодежной политики Идеи развития партнерства в этой сфере Предложили представители делегации Республики Узбекистан Во время первой встречи в рамках своего визита в Самару Несомненно, это стало возможным Благодаря стратегическому курсу Заданному президенту Республики Узбекистан И президенту России По предложению гостей будет рассмотрена возможность проведения Нескольких молодежных форумов С участием молодых ученых и студентов из Самары и Узбекистана Кроме того, особое внимание будет уделено организации в Самарской области Консультационных и образовательных мероприятий Для трудовых мигрантов из Узбекистана Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков События Каждую неделю более 100 председателей советов МКД, ТСЖ и ТОСов Активных граждан получают квалифицированную помощь В своей ежедневной работе благодаря проекту «Мой дом» На очередном заседании в администрации советского района Побывала Елена Чернявская Возможности и преимущества работы с мобильным приложением госуслуги «Дом» Обсудили на семинаре, который прошел в рамках проекта «Мой дом» в советском районе Самары Мобильное приложение работает по аналогии с системой ГИС ЖКХ И может помочь собственникам МКД и старшим по домам В привычном для многих карманно-телефонном формате Эта система государственная, она абсолютно бесплатная Она представляет ряд онлайн-сервисов, которые позволяют пользоваться удаленно Например, проводить общее собрание собственников жилья По всем текущим наболевшим вопросам, которые необходимо решить Также это приложение позволяет оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги Посмотреть, какие запланированы работы Вера Александровна Сафронова, председатель МКД номер 38 по улице 22-го партиезда Говорит, что на семинаре очень доступно и понятно объясняют, как пользоваться этим приложением Мне чем нравятся эти совещания? Тем, что мы вникаем в то, как можно все это производить Как можно все это заключать договора Как можно с управляющей компанией потребовать то, что положено для нашего дома И я считаю, что это очень познавательно Специалисты ГЖИ Самарской области рассказали участникам семинара Какую информацию можно получить о своем доме в приложении Как направить обращение с его помощью И как можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ Кроме того, на семинарах «Мой дом» собственники и жители МКД Смогли разобраться в порядке содержания и обслуживания Внутри домового и внутри квартирного газового оборудования Семинары «Мой дом» дают такую возможность Проект «Мой дом» реализуется в Самарской области По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Горча Зарова С 2021 года Этот проект зарекомендовал себя среди жителей Его цель – это повышение правовой грамотности По управлению многоквартирными домами Прежде всего старших по домам И всех других активистов, которые неравнодушны к тому Как содержится общедомовое имущество В завершении тренинга обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации По интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов Елена Чернявская, Петр Поломеев, События Приятный бонус для развития бизнеса В Самаре продлили срок приема заявок на предоставление грантов По возмещению затрат по кредитам Которые взяли самарские предприниматели на развитие своего дела Организации могут возместить до 400 тысяч рублей Обратившись в профильный городской департамент до 15 ноября Андрей Горгуленко изучил условия предоставления грантов Самарской компанией, которая занимается производством металлоконструкции И различного оборудования, было необходимо собственное помещение Арендовать чужое не очень выгодно, да и производство нельзя было расширить Поэтому руководители приняли решение взять кредит, чтобы приобрести собственный дом Где производственный цех смог развернуться во всю силу Он очень был нам полезен, я вам так честно скажу Потому что при помощи него мы смогли расширить производственные мощности Что привело, естественно, к увеличению рабочих мест А недавно, благодаря гранту от бюджета города, смогли приобрести новое оборудование Для этого они обратились в городской департамент экономического развития Собрали необходимые документы и успешно подали заявку Также могут поступить и другие предприниматели, зарегистрированные в Самаре Они могут возместить проценты по кредиту на сумму до 400 тысяч рублей Важно, чтобы кредит был взят после 1 января 2019 года на сумму более 500 тысяч рублей Более подробная информация есть на сайте городской администрации и на портале бизнес-платформа.рф Оставить заявку можно, лично обратившись в департамент до 15 ноября Рассмотрение заявок и выдача вот этих субсидий происходит по мере поступления документов То есть в порядке очередности Поэтому можно всем, кто имеет кредит, обратиться в департамент экономического развития И подать заявку на получение данной поддержки и помощи Эту меру поддержки впервые ввели в прошлом году Тогда и воспользовались 63 организации В этом году грант получили уже 44 компании Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, Григорий Плешаков, События Трудовые династии, гордость и опора любого предприятия Дорожная отрасль не исключение На протяжении десятков лет целые семьи остаются верны профессии И преемственность одна из основ расширения мастерства При достижении национальных стандартов качества Опыт родителей перенимают их дети Супруги Кутуевы работают в дорожном предприятии А их сын-второклассник уже посвящен во многие тонкости дорожного дела Один из дней из жизни семьи в репортаже нашей съемочной группы Ездить по новеньким дорогам всегда приятно Однако мало кто задумывается о том Как налажена работа в организациях, которые их ремонтируют Марат Гумеров, директор одной из них, рассказывает Компания недавно отметила юбилей, 30 лет Только в этом году по муниципальному заказу В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» В Самаре подрядчик обновил 20 участков дорог местного значения Работа у сотрудников тяжелая Здесь каждый, как звено одного большого механизма Должен четко, своевременно и безупречно выполнять свои обязанности Тогда система будет успешно и правильно работать Предприятие функционирует буквально 24 на 7, говорит Марат И большую часть времени, особенно в теплое время года Когда идет дорожно-строительный сезон Сотрудники проводят на своих рабочих местах Неудивительно, что дружеские отношения порой перерастают в семейные Возникают у трудовые династии Сейчас в компании их 11 Возможно, в будущем станет больше Так семья Кутуевых посвящает немало времени тому Чтобы их сына Артема еще больше заинтересовали тонкости профессии Родители Ольга и Руслан не против, если ребенок в дальнейшем пойдет по их стопам И посвятит свою жизнь дорожному хозяйству Руслан универсальный механизатор Работает на любых техниках Это и отечественные, и импортные И асфальтоукладчики, и катки, и погрузчики, и бульдозера Супруга работает бухгалтером И растет сын, несмотря на юный возраст Тоже уже интересуется работой папы Втягивается процесс В целом мы поддерживаем развитие трудовых династий Потому что, на мой взгляд, это залог успешной работы Ольга Кутуева признается Работать вместе с супругом ей только в радость Летом нагрузка значительно возрастает А зимой, когда идет подготовка к следующему дорожно-строительному сезону Снижается И появляется время на отдых всей семьей Но даже тогда все в городе напоминает о работе Едешь по городу, да, вот это, помнишь, что вот это был наш объект Вот эту улицу строили Гордость приятна Осознавай, что ты же тоже сделал вклад Вот в эту Дорогу, по которой ездят люди По которой пешеходы проходят Глава семейства Руслан Кутуев говорит Что за лето по нацпроекту принимал участие в ремонте улиц Авроры Красных коммунаров и многих других Любые виды работ, будь то раскидывать смесь лопатой Или трудиться на асфальтоукладчики Это трудоемкий процесс Летом сверху обжигает солнце Снизу горячий асфальт Но сделать по-быстрому точно не получится Тут все строго по технологии Была точка, например, эта Ну все, думаешь, все, брошу и как бы закончу с этим Но нет, так потом обдумаешь, думаешь Ну ладно, что-то надо работать Людям как-то, может, дороги делать, может, для людей Что-то приносить, какой-то пользу свою Вклад свой вносить, так сказать В развитие дорожного хозяйства Камаз везет асфальт Потом асфальтоукладчик его вот так толкает И сам уложит асфальт Из кузова высыпается ему вот сюда асфальт Любовь к профессии передается по наследству Это не просто слова Артем ходит во второй класс Для мальчика машинки Это не просто игрушки Артем хочет быть похожим на отца Поэтому уже сейчас познает тонкости профессии Да и в дорогах знает толк Пойду работать на асфальтоукладчик и на грейдер Хорошая дорога – это хорошие качества Ровный асфальт и хорошие обочины В дорожной отрасли преемственность и династии приветствуются Известно, что опыт люди передают из поколения в поколение Приход в профессию, несомненно, начинает с мотивации Потому что младшее поколение в виде, как трудятся старшие Поколения тоже заражаются этим энтузиазмом Тоже хотят стремиться быть похожим на свое старшее поколение А может быть и превзойти В настоящее время ряд сотрудников, в том числе и с трудовых династий Находятся в зоне проведения специальной военной операции После возвращения они вновь приступят к выполнению Своих привычных профессиональных обязанностей Ведь обновление дорожной инфраструктуры В числе приоритетных направлений деятельности региональных и городских властей Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионом-лидером В реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» В этом году только в Самаре на средства нацпроекта В нормативное состояние привели 42 объекта Более 40 километров дорог стали комфортными, надежными и безопасными У каждого в жизни своя дорога И выбор профессии велик Как говорил древний философ Конфуций Найди себе дело по душе И ты не будешь работать ни дня в своей жизни Ксения Баканова, Николай Епифанов, Петр Пламеев, События Мы молчим? Да? Ну что, День, теперь дворечки закрыли На всякий случай с ним Что-то ты должна придумать, получается, некий текст какой-то, да, виртуозный? Опять не будет Ну, мы сегодня приехали к вам с душой Вы к нам тоже с душой Сейчас мы чуточек вас проинтервьюируем А потом отпустим, чтобы вы спокойно доделали дорогу Самым высшим качеством Увидеть, как устроена государственная и муниципальная служба изнутри Лично познакомиться с руководителями органов госвласти региона И оценить для себя привлекательность карьеры в этой области Студенты могут еще до получения диплома Такие возможности открывает для молодежи федеральная программа «Госстарт» О том, как в Самарской области реализуется эта программа Расскажет Галина Топилина Студентка первого курса СГЭУ хочет связать свою карьеру с госслужбой Уже сейчас девушка у себя в университете ведет активную общественную деятельность А в будущем хочет развивать молодежную политику в регионе По ее словам, проект «Госстарт Диалог» Прекрасная возможность познакомиться со службой изнутри Благодаря личному общению с руководителями органов власти Это хорошая возможность пообщаться с интересными людьми Узнать что-то новое Вникнуть в тему политики и государственного управления Проект «Госстарт Диалог» является частью большой программы «Госстарт» Инициированной президентом России Она направлена на вовлечение молодежи в государственную и муниципальную службу Путем стажировок в органах власти студентов и выпускников вузов и СУЗов страны Наставничества, а также личных встреч с представителями органов власти Самое главное, как говорится, набрать кадр резерв на государственную и муниципальную службу Самарской области Вот через личный пример, через общение с государственными деятелями, экспертами в сфере государственного управления Молодые люди понимают, что их ожидает дальше и во время учебы уже проходят у нас стажировку В рамках проекта в Самаре запланирована серия встреч с руководителями органов власти области На одну из них пригласили руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова Передача нашей жизни в ценности растающему поколению Экстраполяция того, как видим мы, как мы видим и воспринимаем Какие качества мы используем в работе в своей профессиональной деятельности, на мой взгляд, это самое важное В ходе встречи приглашенный гость поделился историями своего карьерного пути и ответил на все интересующие студентов вопросы о госслужбе Галина Топилина, Николай Епифанов, События В преддверии Дня Отца в Самаре чествовали мужчин, многодетных пап, ветеранов специальной военной операции И тех, кто воспитал достойных граждан своей страны, защищающих наши рубежи Именно эти люди, оберегающие родину или уже выполнившие свой долг перед страной, достойны наибольшего внимания С такими словами к собравшимся обратились депутаты Самарской губернской думы Марина Антимонова и Александр Живайкин Во время церемонии на площадке фонда защитники Отечества парламентарии вручили участникам благодарственные письма Детали увидела наша съемочная группа Он поддерживает тебя, когда ты плачешь, сияет гордостью, когда добиваешься успеха Но сегодня поступки этих отцов стали поводом для гордости их детей В преддверии всероссийского праздника в Самаре чествуют многодетных пап, защитников Отечества, ветеранов специальной военной операции И отцов, которые достойно воспитали сегодняшних героев Кто настоящий мужчина, кто настоящий отец, вот это все сразу стало очевидно Кто готов защищать свою родину, в понятие чего он вкладывает И, конечно, в первую очередь свою семью, своих детей, своих родителей, своих дедов, память о них Вот тот и настоящий мужчина Для ветерана спецоперации Дмитрия Назарова день отца особенно важен Мужчина воспитал двух сыновей Сейчас нянчится с внуками Без достойного примера обойтись нельзя, отмечает Дмитрий У меня двое детей, внуки уже есть Поэтому я беспокоюсь за их будущее Поэтому пошел Я считаю, что я свой долг выполнил На площадке фонда защитники Отечества семьи чествовали депутаты Самарской губернтской думы Парламентарий вручили участникам церемонии благодарственные письма Поздравить этих ребят сильным духом, мужественных, сегодня важно Важно, чтобы они почувствовали себя сегодня отцами И вот эти добрые слова в их адрес отогрели, может быть, даже их душу, которая на полях сражения немножечко зачерствела В завершении церемонии для участников выступили студенты и преподаватели Самарского института культуры Кафедра эстрадно-джазового искусства и оркестровых инструментов Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События 238 человек из 9 организаций за 10 лет стали лауреатами Самарской ветеранской книги рекордов В книгу могут попасть люди серебряного возраста, отличившиеся в разных сферах общественной деятельности Проект направлен на то, чтобы вдохновить людей на активные долголетия На торжественной презентации ветеранской книги рекордов побывала наша съемочная группа Подробности в сюжете Галины Топилиной Нина Долгушева в этом году в числе лауреатов ветеранской книги рекордов в номинации «Вершины творчества» С детства мечтала рисовать, но учеба, работа, семья не оставляли времени на хобби, рассказывает Нина Александровна И вот теперь после выхода на пенсию можно сполна реализовать все творческие замыслы и идеи В Самарском дворце ветеранов научили рисовать Ее работу уже можно увидеть на выставке, а ее фамилию в ветеранской книге рекордов Я очень волнуюсь и считаю, что я еще мало сделала Поэтому впереди, наверное, у меня еще много-много в перспективе дел и возможностей для моего развития Буду стараться Ты чувствуешь себя нужным обществу, не сидишь дома, здесь много друзей находишь Поэтому очень благодарна Дворцу ветеранов В этом году Самарский дворец ветеранов презентует десятый сборник ветеранских рекордов Каждый год в него попадают люди серебряного возраста, нашедшие свое призвание после выхода на пенсию Вести активный образ жизни и приносить пользу обществу можно в любом возрасте А жизнь на пенсии только начинается, убеждена директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова Мы имеем возможность рассказать о наших удивительных земляках И даем возможность обществу узнать о них И тем самым, насколько возможно, хоть немножко повысить статус пожилого человека Повысить их самооценку И дать понять нашему обществу, что жизнь на пенсии, она у многих только начинается Если ты нашел дело по душе, если ты развиваешься, если ты двигаешься вперед и делаешь это для людей В этом году в Книгу рекордов вошли 24 фамилии и столько же достижений в творчестве различных направлений Ежегодный экземпляр ветеранской книги рекордов передается в школы и в библиотеки Самары Галина Топилина, Григорий Плешаков, События Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда отправятся пользователи с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников с 30 октября по 6 ноября Самым популярным российским направлением по авиаперелетам в исследуемый период стал Сочи Кроме него в ТОП-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды В среднем семейные путешествия внутри страны в этом году начали планировать уже в середине сентября При этом по-разному семьи подошли к длительности поездок в самые популярные города Сочи 7 дней, Москва 6 дней, Санкт-Петербург 5 дней, Калининград тоже 5 дней, Минеральные воды 8 дней Доля осенних поездок внутри России в этом году составляет 77% Аналитики сервиса также исследовали планы россиян на зарубежные семейные путешествия в эти каникулы Средняя длительность поездок за границу 11-12 дней А бронировать билеты и отели пользователя в среднем начали еще в первых числах сентября Самыми популярными направлениями вне России стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Армения и Беларусь Плановые профилактические работы на передающих станциях не повлияют на вещание телеканала Самара ГИС В понедельник, 16 октября, в связи с профилактикой в регионе будет временно прекращена трансляция теле- и радиоканалов С 3 ночи до 12 запланировано отключение цифрового телевидения на РТС Самара, Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Сергеевск и Большая Глушица Также ряда аналоговых радиоканалов в Самаре, Сызране, Жигулевске, Большой Глушице и Сергеевске Также с 9 до 17 часов запланировано отключение одного из телеканалов на всех объектах вещания Профилактические работы никак не повлияют на телеканал Самара ГИС, так как мы вещаем в кабельных сетях у 15 операторов Кроме того, трансляцию эфира можно смотреть из любой точки мира, не только на сайте, но и в нашем мобильном приложении, которое доступно как на iOS и на Android Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках Департамент опеки, попечительства и соцподдержки призывает всех сделать прививку от гриппа Вакцины защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа Прививка не всегда предотвращает заболевания, но препятствует развитию тяжелого течения и осложнений Прививаться следует, начиная с сентября Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев и лицам старше 60 лет Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом Беременным женщинам, лицам из групп профессионального риска Медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта О пользе диспансеризации пишет телеграм-канал железнодорожного района Самары Ее основная цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу Сельские жители могут начать диспансеризацию в своем ФАПе Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги Департамент экономического развития, инвестиций и торговли в телеграм-канале сообщает Что в Самаре на добровольной основе проводятся приемы населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения Право на получение денежного вознаграждения имеют граждане в возрасте старше 18 лет По всем вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия обращаться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефонам, указанным на экране На этом наш выпуск подошел к концу Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных Редактор субтитров А.Семкин